так добрый день дорогие друзья точнее вечер у нас с алексеем сегодня это уже 4 вебинар по счету так что процесс идет обучение идет доведение информации идет так что жизнь друзья skyway развивается и движется полным ходом так как у нас как видно как слышно друзья дайте обратную связь отлично отлично я думаю что на этом вебинаре представляться для новичков кстати алексей поставь тогда вопрос не кто у нас того вебинара с первого то есть мы в 19 сейчас проводим для новичков соответственно цель и задача этого вебинара такая чтобы вы получали информацию те кто первый раз пришел и соответственно могли доводить ее для других вторая задача она уже более такая серьезная комплексная это чтобы мы отрабатывали доведение информации вы это смотрели и могли использовать уже для своей работы и обучаться смотреть как с разных аспектов мод можно доводить вот и второй вопрос это отработка ну скажем так наиболее значимых аргументов которые необходимо чтобы люди услышали и здесь у меня просьба к тем кто не считает для себя зазорным послушать и посмотреть вы пожалуйста смотрите и присылайте в конце будет и skype и почта и моя алексея смотрите и замечания если какие-то есть если пожелания мы обязательно будем учитывать для того чтобы построить ну скажем так наиболее приемлемую совершенную форму доведения информации именно для новичков и информации и направление которое мы сейчас будем говорить их очень много вот и сегодня мы для себя сделали такой ну скажем цель и задачи она несколько отличающийся от того какие вебинары мы проводили раньше сегодня это такой скажем более научный так как у нас технико-экономические вебинар у нас несколько научный сегодня мы это делаем обязательно потому что именно и под запись и в том чтобы это хранилось и использовалось потому что очень много из того что мы сейчас говорим будет звучать вообще впервые не то что впервые на наших вебинарах а вообще впервые с точки зрения классификации именно научных направлений с точки зрения техники мы специально это делаем на нашем вебинаре мы специально это делаем с нашими партнерами чтобы друзья вы стали участниками этого процесса чтобы какого-то времени у вас была возможность сказать что когда это будет признано общим мировым сообществом а это будет обязательно когда это станет очевидным и это будет скажем так уже общепринятая позиция чтобы могли для себя иметь полное моральное право сказать что вы одни из первых кто это услышали вы были на первых научных вебинарах которые об этом говорили а когда на этом будет ездить весь мир и уже будет осваиваться космическое пространство то соответственно будете четко иметь представление о том что вы были одними из первых пионеров которые и об этом слышали и что самое главное в этом приняли участие вы будете соучастниками со работниками этого процесса поэтому мы на этом еще на следующем вебинаре несколько это который произойдет следующую среду также в 13 и в 20 часов мы также еще затронем аспект этой работы и здесь друзья как раз надо очень хорошо понимать что сегодня происходит это даже не в плане того что вы все включаете телевизор у всех наверное ну большинство кто экономии экономикой интересуется что вы видите в онлайне как меняется курс доллара как меняется курс евро как меняется цена на нефть я думаю что у всех кто понимает какие последствия за этом идут для экономики и для каждого человека живущего в россии вот волосы шевелятся и все понимают что мы вошли настолько в серьезную и сложную период нашей нашей жизни что сегодня уже все шутки закончились сегодня уже хи хи ха ха когда можно шутя как некоторые мальчики в интернете говорят да нефть будет столько там доллар столько то это друзья касается с миллионов десятков миллионов а я бы сказал всех жителей россии и евразийского пространства и я могу сказать что без программы skyway если мы с вами не анализировали и не понимали и не предлагали конкретное решение сейчас было бы очень и очень сложно понимать а тем более принимать того что происходит и соответственно сегодня реально начинается уже определенные людей паника потому что действительно очень сложные времена подходят а с точки зрения управления наше правительство сейчас те люди которые принимают решение они заняли самую что ни на есть правильную позицию которую можно с их точки зрения занять они улыбаются смотрят и говорят друзья ничего страшного не происходит у нас все нормально вот и я смотрю на них на всех в принципе это производит такое забавное впечатление если бы мы не не понимали и не знали что это касается каждого из нас и я могу сказать у кого есть маленькие дети вот я каждый день хожу в магазин покупаю детское питание покупаю пеленки в основном заграничные покупающие всякие аксессуары которые нужны они тоже почему-то все в россии не производятся и когда я вижу как эти цены растут сначала в два раза сейчас уже в три раза и когда мне наш министр экономики алексей влюкаев говорит что друзья у нас инфляция в пределах 7 процентов мне интересно сказать что же он считает ну а тот кто ходит на рынке в магазин за продуктами я вот не могу понять каким образом они говорят что у нас еще даже не началась двухзначная инфляция то есть по их понятиям инфляция у нас не превысила 11 процент а те кто ходят в магазин и смотрят на цены у них по моему есть четкое понимание что что-то здесь не так и разрыв какой-то идет это друзья как раз начинаются реалии нашего времени когда отсутствие стратегического плана развития когда раз отсутствие четко плана действий что надо делать в этих условиях все подменяется банальными вещами болтовнёй или просто враньем вот это тоже реальность которую как которому надо подходить и здесь скажем так осуждать или не осуждать этих людей тех кто занимается это дело сегодня неблагодарное я бы хотел сейчас коротко остановиться на одном очень интересном событии которое произошло вот за эту неделю с которой прошел наш крайний вебинар в прошлую среду это гайдаровский экономический форум международный экономический форум который целью которого было обсуждение ситуации которая происходит сейчас в мире и пути выхода которые там выступали все выходцы вот этой либеральной на нашего крыла и правительства и экономистов то есть там выступал герман греф как президент сбербанка и я могу сказать алексей я тебе сбрасывал поставь или скинь в чат пусть потом посмотрите я считаю блестящее выступление греф конечно ну очень сделал грамотное и такое интересное выступление заключение то есть действительно и с точки зрения становления сбербанка и общей ситуации и не пожалейте время не буду говорить цитировать ну или там анализировать именно те конкретные вещи что он говорил некоторые тезисы от него мы теперь будем брать и использовать именно в своей работе естественно друзья это я когда все эти поступления все смотрел они вызывают двойное чувство то есть потому что с одной стороны перед нами выступает блестящий экономист руководитель одной из крупнейших финансов структур в европейской части континента и уж в россии это точно человек который ставит и анализирует очень грамотно задача но при этом друзья это человек который больше почти 15 лет был министром экономики россии и от того что сегодня мы имеем такую ситуацию он к этому приложил самое непосредственное усилие и участие и возникает вопрос если ты сейчас такой умный а что же ты делал 15 лет почему когда были сверх доходы от нефти мы эти доходы проели мы соответственно не создали альтернативную систему отвечающую падение нефти сегодня он разводит и говорит ребята эра нефти прошла но следует отдать должное грифу он четко и образно показал почему эра нефти прошла и он сказал каменный век закончился не потому что закончились камни а потому что цивилизация перешла на новый уровень и соответственно камни заменили более серьезными и более совершенными орудиями производства пришел медный век потом железными и так далее и так далее также гриф сказал надо прийти и по осознать мысль о том что эра нефтяных цен эра нефтяного бизнеса эра нефтяной экономики прошла и с этим надо смириться и думать как жить дальше и вот это как раз я думаю что для многих наших сегодня правителей для многих сегодня экономистов это оказалось абсолютно неподготовленная реальность и я приводил уже на вебинарах друзья такой пример когда в 2008 году я выступал на питерском экономическом форуме когда я делал доклад про транснет и первый раз тогда ввел в оборот термин именно как транснет как сеть адресных проектов которые соединяются в единую структуру и обеспечивают комфортное быстрое дешевое перемещение людей грузов и информации энергии соответственно на этом же форуме выступал миллер это президент газпрома и он абсолютно серьезно с абсолютно умным видом как он любит надувая щеки и таким немножко надменным взглядом говорил о том что мы концу года это был июнь месяц концу года ожидаем цены на нефть 280 долларов я не мог поверить своим душам друзья потому что по всей аналитики я общаюсь переписываюсь и работаю с очень серьезными аналитиками нефтяного рынка энергетического рынка за которыми с которым я давно дружу и давно ориентируясь на их мнение и они все в один голос говорят друзья мы подошли к пику и реально сейчас будет падение тогда цена была только-только в районе там перешла 100 долларов это 2008 там около 90 подошла к 100 2008 году и соответственно друзья как вы помните 2008 год мировой кризис падение вот и соответственно так лёша возьми это самое управление чуть-чуть а буквально на две-три минуты прервусь соответственно это само по техническим причинам хорошо да дорогие друзья на самом деле сейчас нефть вообще просто даже не то что от нефти у нас курс рубля по по сути был занижен значительно и сейчас мы начинаем приближаться к реальному курсу то есть то что уже так тихо на а сейчас сейчас хорошо поставьте плюсики еще на сейчас хорошо да действительно на самом деле так лёша лёша пока ты тут это я извиняюсь за технически это пока ты настроился зато потом будет со звуком проще давай я закончу вот эти два направления извиняюсь да то есть ну чисто такие технические технические моменты вот друзья так вот с с миллером с показателем который был в 2008 году и вы помните что после этого произошло дефолт обвал падение всех мировых рынок и цена тогда ушла там близко к 30 долларам и я до сих пор задаю вопросов увидеть бы увидеть бы того аналитика который миллеру руководителю одной из крупнейших мировых энергетических компаний дает аналитику что этот руководитель крупнейшей мировой компания озвучивает эту чушь и реально с умным видом делает что так сказать как вообще после этого можно называться специалистом руководителем и так далее бог с ним друзья но проходит почти там сколько 7 лет в этом году идет экономический форум выступает игорь иванович сечин руководитель крупнейшей российской нефтяной компании и с таким же умным видом надувая щеки говорит что пик падения цены на нефть пройден что 60 долларов это низкий низкая цена которая самая низкая дно которое пройдено и вообще мы ожидаем среднюю цену погоду 80 долларов я не поверил своим ушам я слушал его на этом форуме и думал это что театр абсурдов или это что повторение это это вот это дежавю и у них одно и то же потому что по всей аналитике друзья мы это уже год на всех вебинарах говорим мы стоя постоянно четко видим тренды то что происходит что друзья какие 60 я еще год назад говорил что 30 это не предел сегодня появилась цена 27 хотя даже из моих близких партнеров директоров нашего фонда еще полгода там три месяца назад никто не верил что цена уйдет ниже 30 сегодня друзья те аналитики с кем я очень хорошо общаюсь и на чьё мнение я реально опираюсь первый раз вчера начали говорить о том что цена в 20 долларов в этот кризис уже не предел то есть реально рынок может откатиться до цены в 10 долларов за нефть и эта цена может стоять до полугода соответственно вы понимаете что это такое будет для россии и поэтому когда я слышал выступление игоря ивановича сечина на питерском опять форуме который делал доклад и говорил о цене то у меня стало вкладываться впечатление что они либо говорят сами собой для себя либо их задача просто рассказать и чтобы люди ни о чем не думали и сказали ребят какая будет цена такая будет но это абсурд и сегодня когда мы подошли реально к цене которая уже просто замаячила в цене 20 а наш бюджет почему-то приняли на 50 и на нашем вебинаре буквально три недели назад вы помните я сразу сказал что друзья из каких это соображений они приняли бюджет в 50 когда цена уже уходит ниже 40 а она пойдет еще ниже поэтому мне интересно какие опять аналитики или какие как хорошем фильме горе хмырёнки этому хмырю напели о том что происходит это друзья опять та реальность который есть а все это приводит к тому что уже говорили сначала 10 теперь уже 20 процентов секвестр бюджета и так далее и так далее и так далее так вот друзья вот этот экономический форум имени гайдара а как мы его между собой люди которые не относятся к этому крылу а я вам точно могу сказать что я не отношусь к этой экономической школе вот мы их называем между собой гайдарятник это бойцы гайдаровского фронта то есть все это и лёша улюкаев и набиуллина и грев и соответственно кудрин вот это все чубайс вот это выход выходцы это герои своего времени я лично и многих из них знаю я очень с большим уважением отношусь к антоль борисовичу чубайсу я работал у него в аппарате и к алексею леонидовичу кудрину то есть лёша улюкаев ну алексей потому что я вот тоже знаю там 20 лет это все сами по себе грамотные хорошие ребята люди но той парадигмы которые они придерживаются то что они делают это друзья неприемлемо для развития страны неприемлемо для той ситуации которая сегодня есть и те цели и задачи которые сегодня они преследуют они тоже вызывают много вопросов поэтому с легкой руки миши хазина это все называется либерастами и соответственно их либеристическая политика которую делают на сегодняшний момент она неприемлем приемлемо для россии но друзья есть те второе очень интересная часть этой работы то есть всегда вы помните еще начиная с времен на нашей дореволюционной когда кто виноват и что делать как у герцена написано соответственно все аналитики делятся сейчас на две категории первое которые говорят о том что плохо будет еще хуже и второй вопрос и что делать соответственно так как нет никаких сегодня таких в разумных вещей то естественно друзья мы оставляем не то что за собой право а исходя из того что у нас своя техника экономическая школа которую задал юницкий как автор технологии которая дает целое концептуальное направление у нас есть своя стройная выстроенная теория экономики технологии развития у нас есть своя программа развития свои ориентиры поэтому друзья мы сегодня на то что происходит у них несколько абстрагируемся и мы делим на то что есть skyway который спасает планету и есть вот эти вот либерасты которые сегодня ведут к тому даху и мы сейчас все будем видеть более близко и близко что это подходит к нам и что они нам на нашем ковчеге это тоже термин сергей и глазу устраивают нам еще все шторм больше и больше и мы друзья как раз своими руками мы делаем это естественно аллегории это естественно терминологию которую мы мы делаем но друзья в данном случае то что мы делаем зависит только от нас и это тот редкий случай когда большая наука большая теория объединяется с практикой мы с вами создаем компании которые сегодня вы видели репортажи мы строим мы создаем демонстрационные образцы технологии мы сегодня создаем реально компания которые будут развивать выводить и делать и для нас строй skyway спасай россию это не пустые слова мы в каждое слово каждое понятие вкладываем очень серьезное значение а теперь друзья то что отчасти вы слышали но немножко с другого аспекта прошлое и наши вебинар мы закончили тем что показали репортаж с мариной горки и была такая правда о космической технике и юницкий дал интересное интервью михаилу кириченко и показал и рассказал что такое ракета что такое ракетная техника что такое я не буду пересказывать вы сами посмотрите обязательно этот репортаж это очень серьезный научный анализ с точки зрения инженерии и то что показывает и эффективность и работу космической техники но друзья там прозвучали очень интересные термины на которые вы наверное не обратили внимание или как говорится не заостряя не понимая что это такое прозвучало очень интересное понятие о том что юницкий начал разрабатывать теорию skyway а именно исходя из того что он вывел межпланетарное то есть космическое средство который выводит разом на орбиту до миллиона тонн это интереснейшее такое изобретение то есть именно концептуально который идет по своей значимости и работе следом за константином циолковским который в начале 20 века обосновал показал движение с помощью закона сохранения импульса то есть ракетную технику многоступенчатые ракеты и орбитальные комплексы с шлюзовые камеры и ввел такое понятие что земля это колыбель цивилизации соответственно сегодня вся космонавтика ему этим благодарны и академия носит имя константина эдуардовича циолковского так вот 40 лет назад там 35 лет назад юницкий ввел новое технологическое понятие что движение за счет закона сохранения масс и разработал концепцию которая позволяет выводить разом на орбиту до миллиона тонн посмотрите этот фильм это интереснейшая такой такая концепция он был членом ассоциации космонавтики советского союза делал большую конференцию но друзья естественно что это была интересная теория но с точки зрения применения практики когда мы делали ракеты были впереди планеты всей у нас была гонка с американцами соответственно это все воспринималось как некая шутка такое друзья по прошествии 36 лет эта шутка сегодня приходит в реально в свое воплощение и она уже обрела четко экономическое понятие экономическое обоснование и вот то что мы как раз сейчас вам доводим и здесь как раз очень много ответов на вопросы почему 30 лет назад когда юниц только начал делать skyway струнные технологии они не были так восприняты почему 15 лет назад когда был построен первый демонстрационный стенд когда поехала пелла первая лаборатория были продемонстрированы возможности струнных технологий они не были приняты ответ как раз друзья именно в той классификации именно в том исторического не есть это технологические уклады и не может один уклад перескочить и быть следом за другим а мы как раз показывали что технологические уклады начиная от первого технологического производства в виде фабрик который ознаменовался это с конец 17 начало 18 века потом создание паровой машины то есть когда стали использовать энергию пара появилась паровоз пароход вылазь металлургия появилась угольная промышленность дальше вход электричества появились уже электрические машины появились дизель появились соответственно связь и сначала телеграф потом телефон потом появилась радиоволна соответственно это другая эра другое другое развитие и нельзя каждый этот период сравнивать с предыдущим потому что в каждое времени своя технологическая основа свое ядро свой политический уклад нефти когда нефть стала ключевым ресурсом и соответственно весь двадцатый век и начало 21 века все идет вокруг нефти это и империи которые появлялись и рушились то есть с запуском то технологического уклада рухнула тысячелетия русская империя империя именно империя которые возглавляли романовы последние 30 300 лет рухнула австро-венгерская германская империя османская империя британская империя то есть мир перешел совсем в другое но возникли новые возникли империи ротшильдов рокфеллеров морганов это финансовые структуры которые влияют и си до сегодняшнего момента именно огромное влияние на всю экономическую политическую жизнь в мире и все это идет вокруг связки доллара связки и контроля над нефтью и сегодня как раз то что происходит на нефтяном рынке это как раз друзья перераспределение рынка это очень жесткие экономические правила игры и в этом плане для слабых а россия как раз в данном случае попала в категорию слабых стран и греф на вот этом гайдаровском форуме в этом гайдарятнике ввел очень такое унизительное понятие для россии как дауншифтер то есть эта страна которая из богатой стремительно падает в нищие страны и при этом не может ничего изменить и это как раз и греф обосновывает это именно тем понятием что пока у нас было время пока у нас была возможность реструктуризировать и диверсифицировать экономику этого не сделали мы проели эти сверх доходы которые были от нефти и сегодня мы стоим перед фактом что у нас падающая наука падающее образование падающая экономика и фактически мы уходим в разряд даже не третьих стран а стран с рушащиеся и развивающиеся распадающейся экономикой и хотелось бы на этом форуме услышать хоть один прогнозный здравый смысл но кроме как того что надо сдаваться западу объединяться и и и вводить себя полностью те правила которые нам навязывают больше никакого сценария не прозвучало поэтому да вот шифтер так сказать это понятие которое сегодня введено это то что нам на указали наше место и соответственно согласен и кто это он должен его занять лично я и я думаю что те кто придерживается школы она трудовщи единицкого то есть технологической развитии транснета мы стоим совсем на других понятиях и в этом фильме вот который был в прошлом вебинаре мы в этот конце этого вебинара тоже его обязательно покажем когда были четко показано что в ближайшие 40 лет на земле будет построена 50 60 миллионов струнных дорог это будет новая сеть транснет который даст капитализацию более чем в четыре тысячи триллиона долларов то есть таких цифр сегодня в экономике еще не звучало и это даст не депрессию и не рецессию мировой экономики а резкий рост и лидером этого роста будет россия евразийское пространство и мы это все показываем обосновываем исходя из цифр исходя из развития проектов исходя из той именно прогнозной технологической цепочки которую мы выстраиваем но почему друзья мы можем на это опираться смело говорить и именно использовать это как доказательную базу в научном споре потому что друзья мы с вами это делаем каждый день мы с вами каждый день выйдем выйдем репортажи с полигона и кстати чуть отвлекусь вот про тот репортаж который сегодня прошел вы видели мороз ну к сожалению был всего 21 градус почему грюк к сожалению потому что мы декларируем и показываем что технология может строиться в любых климатических условиях в любую погоду и как раз снег вот эти сложные условия показывает о том что на строительство на продвижение технологии это никак не влияет было бы температура минус 30 минус 40 так же работали строили и мы с алексеем берем на себя такое обязательство skyway а вы помните что когда мы обязательство берем мы его обязательно выполняем где-то с год назад мы с алексеем взяли обязательство что когда начнется строительство на полигоне мы быть приедем и первый бетон который будет закладываться мы будем сами мешать лопатой и сами закладывать мы все показали эти репортажи мы с группой из наших директоров тивистов были на закладке и первого камня и нулевого километра и установки первой опоры мы мешали бетон закладывали и укрепляли бетонирование первых свай это друзья уже как факт который пройден это очень важный этап что мы задекларировали в начале года и мы это в течение года сделали следующий этап теперь это строительство в экстремальных условиях при температурах минус 60 градусов 60 у нас не так часто бывает в якутии но минус 50 это точно я думаю что конец 16 года начала 17 года когда будут идти испытаний строительства именно в этих условиях мы с алексеем также будем мешать бетон делать и закладывать первые опоры при строительстве в минус 50 и в минус 60 я думаю что здоровье все остальное нам достаточно для того чтобы участвовать в этом процессе но это как отвлечение друзья так вот технология на сегодня показала что она может строиться в любых условиях и будет минус 50 точно так же вся конструкция которая рассчитана и сделана она будет реализована сегодня пока нам природа в белоруссии дает минус 21 я думаю что ниже наверное в этом году уже может быть не будет если день в ночной период там до 25 29 обычно не опускается реже но если будет так значит уже в этом году будет продемонстрирован нижний период там температура ниже 21 градусов так вот друзья это все показывает сегодня и то что мы в научный спор сегодня вводим уже не эксперимент а вводим четкая демонстрацию технологии это как раз нас выводит совсем другой план и мы друзья как раз классифицируем что 6 технологический уклад его ядром является технология струнных технологий юницкого это skyway и что еще более важно и как раз это увязывается с этим форумом мы тоже вам показывали на прошлом вебинаре сейчас дадим ссылки на демонстрацию power wool это на маска когда он показал что сегодня технология индивидуальной энергетики который не зависит от сетей который не зависит от углеводородов она сегодня разрабатываем а она сегодня запускаемое в серийное производство и в течение 10 маск обеспечит сегодня каждый желающие домохозяйство по очень доступной цене там в пределах трех тысяч долларов независимой энергетикой и поэтому дэланд маск сделал я считаю очень смелое амбициозное и очень важное утверждение что в шестом технологическом укладе то есть то что будет на ближайшие шесть лет то что на ближайшие 20 лет основной будет экология и соответственно все что связано с энергетикой и теплом для индивидуальных домохозяйств не будет зависеть от невозобновляемых энергетических источников то есть от углеводородов соответственно это важное утверждение это тоже является ядром шестого технологического уклада и на прошлом вебинаре мы сделали соответственно подтверждение этого следующий шаг когда юницкий с технологией skyway делает следующее утверждение что также в течение этих 20 лет все перемещение товаров людей энергетики и информации так же будет за счет возобновляемых источников энергии то есть ветряной солнечной и термоисточников соответственно это 60 процентов всей энергии которые сегодня потребляется то есть сегодня можно четко утверждать что потребление нефти и нефтяная эра уходит в прошлое и это утверждают не какие-то люди которые далеки от практики а элон маск всей своей жизнью всей своей деятельностью может показать о том что он за свои слова отвечает мы естественно с хиперлупом являемся с ним конкурентами и через некоторое время мы докажем я абсолютно уверен мы выиграем эту конкуренцию энергетики которые он делает для индивидуальных для индивидуального пользования это консильное направление и в этом плане мы с ним союзники следующее направление которое экономически и соответственно ковчег который он собирается выводить в космос я думаю что на начальном этапе он будет это делать со временем это перейдет на ту технологию геостационарной транспортной системы юницкого которая позволяет выводить на орбиту до миллиона тонн и сегодня многие могут говорить что это фантастика друзья мы с вами участвуем в праве в проекте который для нас уже очевидным мы строим мы уже проектируем трассы мы уже делаем бизнес на применение этой технологии а люди утверждают что это фантастика нет друзья шестой технологический уклад транснет skyway юницкого это уже абсолютная реальность это уже то что реализуется то что делается и мы с вами стоим у истоков и те премии венчурные которые сегодня формируются в наших пакетах благодаря тем дискаунтом которые сегодня закладываются это друзья вознаграждение за то что мы входим на ранней стадии в этот проект когда он для всех еще не очевидным но это друзья очень короткий промежуток времени до конца шестнадцатого года когда это пойдет так вот друзья а сегодня мы подошли к следующему этапу а что будет за шестым укладом какая будет следующая доминирующая технология что будет развиваться и здесь как раз инженер юницкий отвечает нам на этот вопрос и он сразу показывает что оставшиеся 30 процентов то есть то что энергетики сегодня потребляет металлургия и нефтехимия для того чтобы осуществлять синтез соответственно это то что загрязняет нашу атмосферу то что остается от автомобиля и потребление электроэнергии эту часть планеты мы будем очищать и убирать потребление смотрите вот слайд который сейчас есть это соответственно power wool индивидуальная энергетика на маска и соответственно экологическое движение за счет восстанавливаемых источников световой и ветровой это движение юнибусов это транснет который абсолютно независим от углеводородов и более того он при движении будет вырабатывать еще а power wool да power wool это самое это мне алексей уточняет это самое чтобы точно с английским power wool это стена правильно алексей вот видите то есть он не скидывает что я просто с английским произношением очень очень плохо если говорить что это энергетика на стене если дословно переводить стена это вол правильно алексей да ну прошу извинить меня за мой английский как говорил мой сосед министр спортом мутко он тоже плохо с английским дружит так вот друзья если ведь уйти от лингвистики а перейти к сути технологии то соответственно это очень важное утверждение и вы понимаете почему мы спокойно реагируем на падение цен на нефть почему мы спокойно сегодня реагируем на то что эра энергетики эра нефтяной энергетики ушла в прошлое эра двигатели внутренние сгорания уходят и в течение 10 лет мы увидим полную замену автомобилей на юнибусы юникары юнилеты на автомобиль на юнебайки те которые работают от возобновляемых источников потому что мы друзья этой технологии владеем мы ее развиваем и если говорить дальше в концепции которые сегодня идет это маск и анатолий юницкий это те два человека которые уберут 60 процентов энергетики которая идет от возобновляем не возобновляемых то есть углеводородов оставшаяся энергетика это которая идет на металлургию и нефтехимию ее для того чтобы она не нарушала экологию и у нас технология из техногенной то есть та которая разрушает окружающую среду и осталось два три поколения когда будет пройдена точка невозврата мы перейдем в экогенную технологию для того чтобы мы всеми своими действиями только очищали нашу планету и седьмой технологический уклад это технология которая будет называться спейс вы то есть космическая дорога которая будет создавать следующую сеть которая будет называться sky net тут сразу многие начинают писать sky net голливуд терминатор это то что разрешит разрушает нет друзья это у них разрушает а у нас все работает на созидание здесь четко можно сказать что интернет это 5 технологический уклад то что сегодня мы пользуемся делаем транснет то что мы с вами создаем и в чем мы участвуем это шестой технологический уклад а при формировании ближайшие десять лет начнет формироваться седьмой то есть уже основа для того чтобы всю металлургию всю вредную промышленность выносить на геостационарные орбиты чтобы они не нарушали экологию земли и таким образом мы будем создавать экологически чистый мир мы будем жить в экологическом гектаре земли который сегодня дает путин мы будем пользоваться возобновляемыми дешевыми бесплатными для нас источниками энергии по теплу мы будем перемещаться на быстром комфортном бесплатном транспорте из любой точки евразии в любую точку евразии мы будем питаться стопроцентными экологически чистыми продуктами которые будут также создаваться новой наукой которая называется биоинженерии и здесь как раз тоже технологии skyway и лично юницкий прилагают очень огромные усилия это будет основа именно создания сельского хозяйства на основе создания гумуса это мы тоже об этом говорили это интереснейшее направление это тоже одна из технологий шестого технологического уклада у нас с вами будет сто процентов экологически чистая вода которая будет привезена в виде льда с наших возобновляемых источников чистой пресной воды в виде замороженных кристаллов то есть да это единственный аккумулятор холода мы с вами будем пользоваться безграничным количеством информации который будет нам обеспечивать нанофотоника это тоже направление шестого технологического уклада и это как раз друзья тот мир который сегодня формируется который более чем на порядок увеличит ввп а ввп это соответственно благосостояние каждого из нас и после этого друзья я бы хотел посмотреть и подискутировать с одним из тех болтунов которые предрекают сегодня экономический мировой спад которые будут предрекать нам обнищание россии или такой страны я могу сказать друзья этого не может быть потому что то что сегодня создает и уже создала наука то что мы сегодня с вами это говорит совсем о другом и как в свое время большевики использовали план гуэлро который разработали еще аналитическим правлением при премьере столыпини но он не успел его реализовать потому что его застрелили началась война а потом революция и когда большевики взяли они увидели что без электрификации нельзя провести индустриализацию реализовали этот план и вывели страну на мощный индустриальный уровень но при этом друзья мы видели другие страны такие как англия франция италия германия америка которые также проводили эту индустриализацию без таких жестких потрясений без соответственно рабского труда в виде политзаключенных это друзья просто специфика развития но тем не менее это необходимо было провести если говорить по значимости то план гуэлро он такой же сегодня как строительство дорог стран транснет и соответственно создание той технологии шестого технологического уклада который мы сегодня с вами делаем почему друзья это все необходимо сегодня знать и говорить и понимать что сегодня происходит потому что те закономерности те абсолютно описываемые научные прогнозные вещи это то что сегодня формирует будущее и если оно для кого-то непонятное то это только безграмотность это только без научный подход к своей деятельности поэтому как можно сегодня говорить о развитии дальнего востока не понимая что такое транснет как сегодня говорить об энергетике не понимая что такое редкоземельные металлы и что такое генерация сегодня электричество от световых панелей то есть кремниевые кремниевые технологии панели и сегодня они уже заменяются редкоземельными они пока дорогие но как мы неоднократно говорили как только мы придем к северным нашим месторождениям редкоземельных металлов эта ситуация резко изменится и вот вы мне скажите как можно сегодня рассуждать о кризисе рассуждать о путях вывода страны из того тяжелейшего положения в который она попала не понимая того что дает наука я честно говоря друзья понять не могу и эти ребята которые сегодня рассуждают там аркаша дворкович дима медведев лёша улюкаев львира набиуллина я могу сказать что это друзья которые слепые пытаются вести слепых они не понимают что происходит про науку у них так будет инновация создадим условия и вот это сколково который народ переименовал сколького соответственно должен нас чему-то вывести то есть мы создадим инфраструктуру дадим туда миллиарды долларов и там что-нибудь вырастет так вот что-нибудь не вырастает надо четко задать параметры надо четко поставить задачу только когда этот инкубатор вырастет вырастет то что нам необходимо и этим друзья как раз мы занимаемся мы это делаем это группа компаний skyway это подразделения которые работают по крауд инвестингу это та инвест проводящая система которую мы сегодня создаем и соответственно это друзья объять объясняет очень много а вот теперь я задам научный вопрос друзья не экономический а научный вопрос когда вы знаете о том что через в течение пяти лет энергетика для индивидуальных домов будет бесплатной то есть вы покупаете один раз пакет пауру он вас обеспечивает на десятки лет энергием теплом если вы знаете что создается система транснеты которая пройдет в определенном месте и вы можете из любой точки сначала евразийского пространства потом мирового пространства приехать в любую точку и соответственно перемещаться первым классом самолета то есть в индивидуальном купе и тоже бесплатно и все это объясняет вам наука технологии как свое время появился skype и тут вам президент страны предлагает землю в неосвоенном участке где сам алексей леонидов кузин кудрин говорит что это афера со стороны путина раздавать землю там где нет инфраструктуры а вот теперь друзья я задаю вопрос а о какой инфраструктуре ведет речь кудрин о тех железных дорогах или проводах которые надо туда протянуть или индивидуальные энергетики и транснете и skyway который может туда быстро и дешево прийти и перемещаться вот интересно о какой инфраструктуре он имеет и говорит и имеет в виду когда произносит отсутствие инфраструктуры а вот теперь друзья вопрос когда вы знаете о достижениях науки которая дает бесплатную энергетику и бесплатную доставку и вам бесплатно дают землю я бы я могу сказать у вас интерес к этому проявится или вы скажете что это тоже афера и эта земля никому не нужна так вот друзья вот теперь абсолютно научный подход я могу сказать что земля которая сегодня не освоена и которая раздается это золотой ресурс но друзья только для тех кто это понимает только для тех кто это знает поэтому я сегодня всех друзей и родственников собрал я буду заявляться на десяток гектар которые там дадут потому что эта земля будет золотая и прошу друзья очень четко сейчас понимать чтобы вы осознали то что к нам уже пошли вопрос о том что обязательно или почему skyway инвест групп занимается землей я могу сказать нет друзья skyway инвест групп занимается целевым финансированием проекта skyway это ее задача для этого она создана для этого она работает потребительское общество евразия которая сегодня набирает обороты которая работает она занимается той землей которая она получает по прямому внесению в поевой вклад что есть что запрещено законом раздачи земли на дальнем востоке соответственно это отдельная работа которая ведется и на это вы видите вебинары мы об этом очень много рассказывали а вот консультационную работу потому где сегодня заявиться на землю для того чтобы в правительстве получить на дальнем востоке землю там где пройдет трасса skyway этим может естественно заниматься друзья только компания skyway которая проектирует и реализует эти проекты вот этот проект мы как раз сейчас реализуем и я думаю что в ближайшее время вы увидите специализированную компанию которая именно консультационную компанию которая будет увязывать эти проекты проводить консультации и разъяснять где бы мы вам рекомендовали у правительства попросить землю соответственно будут карты вы будете видеть заявляться и получать от президента путина от правительства землю которую маск и анатолий дуарч юницкий сделают для вас золотой вот я прошу чтобы это понимание у вас оставалось и это как раз как говорится связь науки землей причем землей друзья в прямом смысле этого слова с той землей которая станет золотой алексей я передаю тебе слово вот я все научные понятия которые сегодня я хотел довести сказал я в конце сделаю небольшое обобщение для того чтобы нам с вами двигаться дальше и как всегда понимать что сегодня происходит skyway сергей анатольевич дорогие друзья ну собственно вебинар вот у нас все равно отличается от дневного всех приветствую тех кого сегодня еще не видел поставьте пожалуйста плюсики как меня видно как слышно и я хотел бы остановиться на такой личности как раймонд курсвелл то есть это технический директор google это человек ответственный за развитие искусственного интеллекта и на самом деле вот эти три личности то есть анатолий эдуардович юницкий генеральный директор генеральный конструктор международной группы компании skyway президент международной группы компании skyway илон маск то есть этот человек вообще по сути аналог железного человека то есть тони старка из комиксов из фильма но он реализовал себя в настоящей реальности и реймонд курсвелл то есть это тот человек который сделал достаточно много на самом деле предсказаний и мне очень нравится лично его теория достижения технической сингулярности то есть с каждым годом с каждые два года в десятки раз технический прогресс увеличивает свои скорости и собственно можно привести конкретные примеры допустим что еще в 15 веке был изобретен типографский станок то есть иоганн гутенберг изобрел его но потребовалось вдумайтесь более 400 лет чтобы его стали массово производить использовать это же касается интернет то есть начали то что было создано проекта министерства обороны сша то есть проект дарпа объединял более чуть больше двух тысяч человек сейчас мы связаны все с мирной паутиной можем общаться проводить вебинары не выходя из дома то что до внедрения стационарного телефона в сша европе россии потребовалось 50 лет сейчас потребовалось бы лет пять то есть если допустим сейчас изобрели сотовый телефон то потребовалось лет пять сотового телефона семь лет соответственно ну я думаю года два потребовалось социальной сети три года и эти темпы они наращивают постоянно уже в 2020 году раймонд курсвелл спрогнозировал что будут созданы на десятки терабайт мощностью компьютеры и стоит они будут всего тысячи долларов и тут я хотел бы провести налоги те так скажем спорткары те кроссоверы и такие вот массивные автомобили которые на сегодняшний день стоят сотни тысяч долларов такие уже топовые версии либо 20-30 тысяч долларов соответственно эти суммы многим людям просто неподъемны а наш подвижной состав будет стоить одну максимум пять тысяч долларов и это будет подвижной состав который вы можете использовать именно как свой личный транспорт как свое личное купе и соответственно если вам не понравился салон если вам нужно что-то исправить в салоне либо в техническом оснащении вы просто его отстегиваете отсоединяете и уже можете привести его на ближайшую станцию технического обслуживания на ближайшее место где могут изменить обшивку и так далее салона допустим кому-то нравится немецкий салон вдруг захотелось наоборот какой-нибудь хай-течный японский салон и это все возможно будет сделать и вам вот это вот понятие лежать под капотом автомобиля не под капотом под под автомобилем ремонтировать его она уйдет в романтику собственно как сейчас как предметы раритета покупает многие крутящийся еще с барабаном телефон и соответственно это уже ушло в историю и также вот раймонд курсвелл предсказывает что 2030 году сейчас он некоторых изданиях вот чисто иностранных утверждает что уже до 2020 года будут созданы пилотируемые автономно автомобили но не закладывается логика абсолютно транспорта второго уровня то есть даже никто не подразумевает это кроме элона маска и собственно его технология именно в транспорте второго уровня мы уже обогнали и далеко обгоним в раз и навсегда как говорит по праву Анатолий Эдуардович Юницкий всех конкурентов многие конкуренты просто отвалились это и sky trend это и metrina это и sky web и многие конкуренты которых я говорил на вебинарах своей части именно в сравнении с конкурентами сейчас у нас настал этап заключительный так скажем технологической большой гонки большой космической гонки космической я бы назвал уже седьмой технологический уклад то есть программа space x и space net они space в точнее они не будут конкурировать они будут взаимодополнять друг друга элон маск я с удовольствием читают его планы и этот человек действительно хочет изменить мир как Анатолий Эдуардович Юницкий именно поэтому Анатолий Эдуардович Юницкого все мы с вами поддерживаем но опять же я говорил вот на предыдущем вебинаре что если бы мне предложили инвестировать в Hyperloop то я бы отказался потому что эта технология на мой взгляд намного менее эффективна и экологична и намного менее доброжелательна для человека как и Элан Маск говорит про недоброжелательность использования искусственного интеллекта и более того он создал специальное НКО то есть некоммерческую организацию именно с потенциалом 1 миллиард долларов то есть туда вошли владельцы крупных венчурных фондов туда вошел владелец Amazon Web и различные люди которые обладают и определенными влияниями и капиталами и соответственно этот фонд создан именно на добра так скажем как вот выразился Элан Маск на добродушное использование искусственного интеллекта то есть эта программа называется тоже по имени искусственного интеллекта то есть это OpenAI извиняюсь и соответственно я могу сказать что наши подвижные составы это тоже искусственный интеллект и это то что Раймонд Куртсвелл закладывает в 2020 году но там будут перемещаться автомобили и я не представляю что все автомобили будут перемещаться с помощью системы автоматизированного управления то есть какие пробки будут какой коллапс даже если это будет регламентироваться система автоматизированного управления если же все уровень то абсолютно логично предположить в сравнении с течением воды с потоками воды то есть многое Анатолий Эдуардович берет из природы даже вот прежний логотип компании группы компаний капля собственно и форме капли представлен высокоскоростной состав юнибус и собственно таким же образом по такому же закону перемещается потоки данных в интернет в электричестве в нанофотонике и соответственно эти эти сигналы никак не сталкиваются не возникает никаких конфликтных ситуаций не штатных ситуаций иначе собственно мы бы с вами смотрели вебинар мог бы взорваться монитор от перегрузки загореться за искрить розеткой и так далее этого не происходит потому что это может произойти если розетка неисправна но сами электрические сети они абсолютно исправны и как раз таки Раймонд Куртсвелл говорит о том что в будущем сетей сети энергетические будут уже беспроводными и беструбными то есть соответственно нефть газ они будут использоваться по назначению уже сейчас мы видим тренд падение нефти да она часто взлетала падала то есть если с 1900 годов смотреть развитие этого рынка такие качели но все когда-то заканчивается и на наш взгляд герман греф абсолютно правильно сказал что нефтяной век в мире действительно заканчивается уже пора переходить на альтернативные источники энергии это исследование то антоли эдуардовича что всего один миллион один миллион думать из юнибусов а сколько у нас ездит вообще автомобили смогут сэкономить 6 миллиардов тонн то есть это тот потенциал который на самом деле сейчас используется вообще нефтяной промышленности соответственно мы сможем уберечь нефти на использованном нефтехимию металлургию создание полимерных материалов и действительно на благо человечеству и собственно раймонд куртсвелл также говорит про возможность ухода виртуальную реальность и так далее но на самом деле давайте сильно далеко не заглядывать и не очень хороший такой показатель что искусственный интеллект вдруг опередит человечество но абсолютно правильный и повышающий общий уровень жизни и качества жизни каждого из нас с вами человека на земле это то что сеть транснет будет единой транспортной энергетической коммуникационной и даже социальной сетью это может стать виртуальной сетью то что быстро будет реализовываться в проектном плане проектном смысле тут то есть будет единая проектная система мы уже от работаем над этим вопросом и собственно это все будет реализовываться настолько быстро не раз я говорил и на выступление у нас был день именно для активистов skyway инвест групп на конференции в москве я говорил что у нас год считается за 10 лет это можно сравнить как раз таки вот с теорией мура то что развитие технологического прогресса выливается в экспоненциальный рост и соответственно геометрическую прогрессию технического прогресса и все это при придет на самом деле к точке поэтому можно абсолютно рассчитывайте на основе этих суждений что сеть транснет действительно очень быстро охватит наш мир с развития с развития юни байков как раз таки это точка входа это стратегическое важное направление которое было принято антоли эдуардовичем юницким чуть меньше полугода и собственно это замечательно потому что без конфронтации без борьбы мы уже видим и закладываем основы как в самаре в челябинске и санкт-петербурге в сочи в казани в красноярске в различных других городах в дублине и в других странах будут закладываться с маленьких сетей но также как когда-то развивался интернет с 2000 человек наш проект по инвест проводящей системы с нескольких туликов развился до больше чем 200 тысяч людей зарегистрированных и более 30 тысяч людей активно инвестирующих каждый месяц и соответственно эти показатели и сейчас достаточны для таких вот выводов как да действительно у нас достаточное финансирование на вывод юнибайков скорее всего друзья уже осень уже весной мы увидим первый юнибайк который поедет по путевой структуре и в феврале в марте уже будет создан в железе юнибайк один к одному уже он вовсю так скажем производится естественно в репортаже будут делаться только когда это все будет максимально запатентовано так как в первую очередь нам необходимо обеспечивать безопасность своих инвестиций но хотел бы повторить что безопасность своих инвестиций мы можем обеспечить лично сами инвестируя каждый месяц технологию skyway и теперь немножко о новостях новостях по одному из проектов за которые я ответственный то есть по челябинску сейчас я вам поставлю фотографию которая показывает развитие проекта по челябинску и встреча зам главы города то есть это господин параничев произошла действительно замечательная встреча уже можно сказать на высшем уровне и что очень радует и очень примечательно не управление архитектуры не управление транспорта которые присутствовали в первый раз именно вот эти вот представители управления слышали про технологию юридические дела и так далее ни у кого не возникло вообще сомнений что да да эта технология реально воплощению и что да она развивается в логике формирование прогресса города челябинска ну и естественно все перешло под нашей стратегии уже задуманной на обсуждение городского пассажирского транспорта то есть поставьте плюсики кто у нас с челябинска собственно обсуждали направление уже от что касается городского пассажирского транспорта от амазе до шершней то есть специальный проект городского пассажирского транспорта будет это уход на сосновский поселок западное направление это сам проект у нас планируется от родника до юргу соответственно с родника что интересно будет приезду шосс шанхайский шанхайской организации сотрудничества делегация специальная от родника мы сможем уходить ближе к holiday in соответственно на объекты будущие при приуроченные к строительству шосс то есть это конгресс холл далее естественно мы можем продлить также от юргу на лесопарковую интересно было также от родника мы можем уйти на коммуны при желании не не ближе к юргу и естественно интересует связка городов городов спутников связка что касается обсуждение с управлением транспорта господина филипповым на будущее возможно будет рассмотрение даже челябинска екатеринбурга но друзья никто нам не поверит и никто не будет рассматривать эти проекты если мы не запустим вот этот локальный мелкий так скажем масштабах skyway проект легкого прогулочного спортивно экскурсионного транспорта поехали у него рабочее название потому что проект планируется к запуску в парке гагарина и собственно как юрий гагарин сказал поехали мы тоже все скажем поехали и первый юнибайк поедет на момент запуска инициация адресного проекта еще в сентябре это логика шла возможно поехали будет вообще первые в мире но сейчас собственно многие регионы уже подтягиваются опережает челябинск это все происходит из-за смены власть властей но уже сейчас господин паранычев дал распоряжение управлением выбрать дополнительные маршруты то есть комитету по управлению имуществом и выбрать оптимальные земли которые можно использовать управлению экологии соответственно привести в порядок использование грузового бора использование вообще вот площадей парка и управлению транспорта пообсудить пассажиропоток вообще который возможен при применении городского пассажирского транспорта уже на следующую встречу мы представим график и план финансирования проект договора то есть это будет соглашение о сотрудничестве протокол о намерениях и соответственно график развития проекта конкретно по срокам и уже как только протокол о намерениях соглашение о сотрудничестве будет подписаны можно будет сказать что да полностью дан зеленый свет мы запускаем целевую программу мы начинаем широкую масштабную акцию по популяризации этого проекта в рамках челябинска и друзья помните что действительно каждый адресный проект который инициируется у вас городе может значительно расширить сеть и значительно повысить популярность технологии skyway проекта skyway именно в вашем регионе но что еще стоит помнить что адресный проект будет невозможен к реализации если не будет людей на его финансирование соответственно не будет развита сеть либо не будет сформирован пул средних и крупных инвесторов но не замахивайтесь на великое так скажем все нужно делать постепенно поэтапно и как раз таки за счет формирования сети за счет привлечения первичных инвестиций эту схему мы собираемся использовать и в дублине на хотя на дублин уже есть определенный пул банкиров которые рассчитывают инвестировать в этот проект и далее в ирландии будет создаваться целая туристическая сеть sky парков сеть легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта и собственно начать с малого развивать сеть привлекать инвестиции и заниматься действительно тем чем мы занимаемся каждый день рассказывать о проекте близким родным и даже незнакомым людям потому что друзья ситуация вынуждает это делать курс доллара действительно растет мы не будем анонсировать и затрагивать события которые планируются в ближайшее время по делегациям по договоренностям анатолия едуардовича юницкого но нас ожидает грандиозные новости новости исход у них может быть какой угодно но друзья уже подступать некуда приходится использовать все возможности все договоренности все шансы потому что времени у нас нет у нас нет пяти лет как было на пятилетку в советском союзе у нас осталось минимум полтора года чтобы спасти экономику россия то то это меньше потому что курс рубля сейчас приближается к реальной цифре он еще далек от математически вы выверенной цифре друзья спасти экономику может только новые транспортные артерии скоростной транспорт строй skyway спасай россию благодарю всем счастливо сергей анатольевич вам слово спасибо так вот тут не нагоняйте жуть и так страшно друзья ну знаете я вот сейчас пока смотрел евро уже за 90 выскочил доллар он плотно подошел к 85 на торгах уже показала 26 друзья если вам не страшно то в принципе да ничего страшного то есть подумаешь какие-то цифры там бегают и прыгают мы кстати обязательно да сейчас вопрос потому что было такое высказывание что то что мы с алексеем говорим и это сам наводит почему-то депрессии люди выходят с наших вебинаров депрессии и вот поэтому вот такой опросничек сейчас делаем потому что действительно может быть то что мы говорим это людям действительно действительно страшно и они потом ночами не спят и думают что же из этого будет происходить как дальше будет происходить поэтому у нас просьба такая вот кто сегодня на вебинаре проголосуйте что если люди которые сегодня понимают что выхода нет из той информации которую мы довели она действительно дает негативный отрицательный подход потому что тогда мы будем пересматривать и говорить что наверное друзья не так все страшно и нефть 26 долларов это в принципе вполне нормально и мы будем жить с вами но не так не намного хуже чем раньше то есть в принципе можете включить телевизор отдел новостей и вам наверное там все наши деятели наверное так и расскажут вот я думаю что все таки ну или вот три человека которые у нас сейчас проголосовали что они видят что несет негативное это поможете потом взять личную мою почту или skype и написать все таки чтобы я знал что конкретно на вас наводит такую депрессию и что на конкретно вы увидели сказать поэтому давайте исходить из этого конструктивно почты и skype у нас есть доступный открытый поэтому пишите будем исправлять наш подход поэтому друзья я считаю что алексей после такого интереснейшего клада и это действительно то что почему мы на это акцентирую сейчас внимание потому что эта работа по конкретным трассам по конкретным именно уже реализации проектов skyway то есть мы в феврале с виктором бабуриным будем самаре и с мэром самара подписывать соглашение о строительстве в самаре на следующий вебинар мы берем на себя обязательства уже обязательно если арманд вернется с дублина он завтра улетает на подписание соглашения с премьер-министром и с руководством ирландии вот тоже будем если он к среде вернется то обязательно его пригласим чтобы он рассказал если не вернется то на следующую среду обязательно он у нас выступит и расскажет о том как идет новости я думаю будут в чатах и в информационных ресурсах но все-таки будет интересно это слышать от него о том как это как как это развивается сейчас вот мы активнейшим образом прорабатываем вопрос это и в санкт-петербурге и вот сейчас вот завтра я буду в мэрии москвы мы уже начали переговоры потому какие первые согласовать трассы в москве то есть это друзья там медленно но потихонечку этот процесс набирает обороты и к концу года мы с алексеем реально оцениваем что у нас будет в проработке и запущено как минимум 50 проектов это юнибайки чтобы это было понятно это рельсовый велоэлектромобиль который находится на втором уровне который можно и заниматься спортом это как все погодный велосипед и как туристическая трасса которую можно перемещаться без пробок по городу осматривая достопримечательности и при этом еще и такая прогулочная трасса где можно вот как в красноярске мы рассматриваем по парковой зоне красноярские столбы с переходом на острова там близ красноярска для того чтобы эти зоны стали доступны а там строить ничего нельзя это природно охранные заповедники вот это как раз все объединяет делает в реализуемость и я думаю что нету сейчас здесь необходимости как там для новичков мы говорим друзья мы вас убеждаем мы делаем наша задача наших вебинаров наших встреч это то чтобы вы видели новости вы видели развитие проекта и как вы понимаете что мы даже на на бинарах для новичков не работаем как попугая то есть рассказывая одно и то же и заучивая по слайдам доводя определенный набор слов не друзья мы дам информацию мы считаем что те знания которые вы получаете они для вас очень полезны а мы все таки делаем работу которые для вас будут именно необходимыми и значимыми значит на прошлом вебинаре я друзья обозначил вопрос мы активно бурно обсуждали то что сейчас идет по переводу акции и обязательств то есть не акции фонде акции нет это обязательства фонда skyway инвест групп в акции невразиан рейл skyway system и поэтому очень много было вопросов вебинар этот вызвал много интересов сейчас есть чат юридически на который ирина ральцева там не отвечает с игорем курсом на все технические вопросы здесь можно сказать друзья и вот задавали уже при вопрос о том что необходимо ли переводить такой ли это значимый вопрос ну друзья я думаю что за это время вы получили все ответы это лично каждого из вас на какую команду вы ориентируетесь кому вы больше доверяете потому что то что мы сейчас делаем друзья естественно без элемента доверия это делать невозможно потому что это высокорисковый проект для этого надо обладать огромным количеством информации для того чтобы принимать решение естественно что такого рода технические знания экономические знания инновационных инвестиционных их очень не у многого небольшого количества людей поэтому естественно очень многие работают на доверие доверие того кто вас привел в проект доверие тем кто выступает доверие тем кто доводит информацию лично доверие и к юницкому и к андрею хавратову и к той команде который сегодня поэтому друзья это ваше право но как на 25 октября на форуме сказал юницкий что вы все для меня очень важны наша задача юридически отстроить чтобы все получили максимальную количество гарантий если это в нашем скажем деле и в том непростом процессе который мы делаем это возможно то что я могу со своей стороны сказать вот алексей та команда которая сегодня работает skyway инвестгрупп все что от нас зависит мы делаем все что от нас зависит мы выстраиваем схему и в тесной связке с юристами из компания рсв то есть евразия район skyway систем вот мы отстраиваться систему которая вам дает максимальное количество юридической защиты которая сегодня возможно в этом венчурном непростом и высокорисковом проекте потому что очень много факторов которые сегодня от нас не зависят очень много факторов которые делают этот проект не венчурным а сверх венчур и сверх рисковым и мы сами это видим и с вами то что сегодня происходит что в тех условиях в тех политических экономических социальных условиях которым мы продвигаем этот проект это непростое дело но здесь друзья никто простых смен укладов и смен эпох не предполагал все это друзья довольно таки сложные процессы и то что мы с вами воли судьбы или как 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 каждого из вас понимание ситуации 100 частниками этого процесса это говорит о том что друзья ничего просто так в этой жизни не бывает и то что вы сегодня в это время и в этом месте находитесь неспроста это однозначно то что вы в состоянии понять оценить и дальше нести эту информацию это тоже неспроста и когда придет время те капиталы именно венчурные капиталы которые сегодня формируются они тоже друзья будут неспроста это вознаграждение это плата за риск это плата за интуицию это плата за то что вы в нужное время оказались в нужном месте поэтому друзья когда сегодня то есть алексей сказал пора новости действительно на этой неделе вот там завтра послезавтра произойдет ряд очень серьезных событий просто не буду забегать вперед и говорить то есть когда мы объявим и скажем этой головная компания и на наших вебинарах вы поймете насколько значимы эти события просто мы их анонсируем говоря о том что у нас каждый день происходит что-то важное но соответственно исходя из того какие результаты из этого будут мы соответственно с вами будем дальше это комментировать и делать но я могу сказать что завтра и послезавтра очень серьезные такие события в жизни всей всего проекта skyway очень важный поэтому давайте сейчас сегодня работать давайте сегодня продвигать давайте создавать то что мы и так делаем каждый день поэтому для нас лозунг и для нас строй skyway спасай планету это не пустые слова это не декларативные слова потому что технологию которую мы создаем систему которую мы продвигаем 6 технологический уклад который входит это действительно значимая действительно важная вещь что что мы с вами отстроили крауд инвестинговую систему и благодаря крауд инвестингу то есть народному финансированию проект сегодня движется и создается доказательная база чтобы приходили инвесторы крупные заказчики чтобы чиновники этого уровня обращались к этому уже как более состоявшемуся проекту это как раз друзья тоже заслуга который мы с вами делаем и это тоже тот результат который нам позволяет утверждать что мы идем по единственно правильному пути поэтому друзья я очень рад что вы присоединились к нам я надеюсь что мы сегодня дали вам несколько расширенные мы сразу друзья предупреждали что у нас сегодня больше научный вебинар который дает научные понятия но друзья без науки никуда все что мы движемся и все что происходит только благодаря науки только благодаря инженерам а это только не учи и бездари считает что все происходит просто так потому что им либо так хочется либо это кому-то надо нет друзья есть четкие закономерности закономерности в экономическом плане закономерности в технологическом развитии и соответственно только что сегодня происходит и когда мы вам сегодня делаем утверждение и говорим что венчурные премии могут быть вот в таких объемах это как раз результат анализа это как раз результат той перспективы которая ждет технологический проект при его реализации и здесь друзья как раз мы активно к этому подошли и мы активно сегодня можем на это рассчитывать потому что только активным людям сегодня друзья может по плечу быть тот проект те задачи которые мы перед собой ставим и которые друзья мы шаг за шагом если ничего не делать то друзья ничего не будет как сказал один очень интересный философ под лежачий камень друзья мы всегда успеем но это не наш удел мы с вами реализуем мы с вами активно делаем мы создали очень серьезное сообщество людей которые сегодня исчисляется сотнями тысяч активно наша наша работа позволяет предположить что еще до мая месяца мы перешагнем человек это тоже очень важный показатель и соответственно друзья это становится очевидным для все большего и большего количества людей поэтому строй skyway спасай планету это сегодня руководство к действию а мы сегодня друзья пишем проект поэтому строй skyway спасай россию это единственно сегодня возможное на сегодняшней экономической ситуации которые сегодня происходит вокруг нас и здесь я могу сказать что друзья не берите близко к сердцу и не сильно не пугайтесь того что происходит потому что этих перетрясках и этих проблемах мы говорили и два года назад и год назад и сейчас когда это подходит это друзья неизбежный процесс который от нас не зависит но через призму skyway через то что мы с вами сделаем это друзья преодолеем у нас с вами есть инструмент у нас с вами есть цель задача и вектор тренд как сегодня можно модно говорить по которому двигать движемся и то что сегодня выведет а то что многие из чего сегодня чиновники это не понимают они сегодня заняты другими проблемами это друзья естественный процесс это естественное состояние те бизнесмены от управления которые сегодня изображают из себя чиновников их эра также отходят в прошлое как и эра высоких цен как и собственно сама эра нефть поэтому друзья на этом я с вами прощаюсь спасибо что вы с нами до сегодняшнего дня кто только подсоединился значит нас с вами ждет увлекательнейшая серьезная работа мы с вами каждый и каждую неделю будем видеть сейчас строительство мы будем проводить конференции во многих регионах которые сегодня учат мы увидим целый ряд сегодня очень серьезных подписаний а потом начала реализации соглашений между компанией skyway и администрациями городов и регионов это все друзья то что нас ожидает ближайшее время и это результат нашей с вами работы все друзья всего доброго строй skyway спасай планету